Здравствуйте, друзья! Маршруты внедорожных путешествий я бы условно разделил на две категории – спортивные и познавательные. Цель спортивных – испытание на выносливость и прочность себя и техники, а задача познавательных – доехать и собственными глазами увидеть нечто интересное и удивительное, скрытое от людей бездорожьем и большими расстояниями. Преодоление встречающихся на пути сложностей в этом случае уже вторично. Хотя маршрут, о котором мы сегодня хотим вам рассказать, успешно сочетает в себе все эти составляющие – суровый оффроуд и возможность в самом прямом смысле прикоснуться к истории нашей страны. Мы отправляемся в путешествие по Аракчаевскому тракту. Если сравнивать современные карты с теми, что были лет 150 или 200 тому назад, можно заметить, что дорожная сеть с течением времени постоянно изменяется. На протяжении многих веков строятся новые дороги, а какие-то из старых постепенно теряют свое значение и исчезают. По крайней мере, две такие заброшенные дороги, проложенные в начале XIX века, связаны с именем графа Алексея Андреевича Аракчеева, принимавшего деятельное участие в их строительстве. Это Большой Аракчеевский или Бульварный тракт Ярославль-Нижний Новгород и дорога Грузина-Боровичи в Новгородской области. Именно она, больше чем какая-либо еще, может называться Аракчеевской, поскольку начиналась в его имении, проходила по его землям и играла важную роль в развитии военных поселений, которым Аракчеев отдал немало сил. Сам граф – личность выдающаяся и весьма неоднозначная. Из школьных учебников мы помним, что Аракчеевщина – синоним служебного деспотизма и военной бюрократии. Однако факт остается фактом. Этот человек успел сделать для страны немало полезного. Ну а для нас имя графа прочно связано с построенным под его началом почтовым трактом. На старинной карте он выглядит, как несколько соединенных между собой прямых линий. Часть тракта проходила по болотам, где были устроены насыпи и гати, а на сухих возвышенностях находились деревни. Впервые мы прошли этим маршрутом несколько лет назад, и вот каким мы его увидели. От усадьбы Аракчеева в Грузино ведет плотная укатанная грунтовка, которая заканчивается буквально через пару километров за деревней Гладь и превращается в совершенно непроходимый замес из грязи и щепок, созданный лесорубами. Чтобы дорога была хоть немного более проходимой для лесовозной техники, они подсыпают щепу и горбыль в эту жижу. Но для квадроциклов проходимость от этого нисколько не улучшается, и они увязают по самой подножке. На вытаскивание наглухо влепшей техники затрачивается колоссальное количество сил и времени. Как оказалось, гораздо проще двигаться по дну идущей параллельным курсом канавы, чем по такой дороге. Через несколько километров вырубки закончились, но дорога не стала лучше. В тех местах, где по ней много лет не ездили, она порядком заросла и заболокилась. От многочисленных деревень, обозначенных на старой карте, сегодня не осталось и следа. Исчезла дорога, исчезли и деревни. Мы специально искали остатки обозначенных на карте строений. Может, хоть что-то уцелело, но ничего не нашли. Ни срубов, ни остатков фундаментов. В местах, где раньше были деревни, остались только открытые безлесные прогалины, заросшие высокой травой. Зато в избытке встречаются следы диких животных. Кабана, лося и даже медведя. Кое-где остатки тракта пересекают речки и речушки. Мостов, разумеется, давно уже нет и в помине. А все водные преграды приходится преодолевать вброд. Мы уже убедились в том, что лучше всего отправляться в эти места в конце сентября или в октябре, когда осень перекрашивает лесной и болотный пейзаж, придавая ему особое очарование. В это время, как правило, в бродах уже поменьше воды, не раздражают назойливые насекомые, и к тому же клюква после первых заморозков становится особенно вкусной. Путешествовать по осени хорошо, потому что есть всегда чем подкрепиться. Подножный корм, как говорится. Если повезет с погодой, можно получить от такой поездки настоящее удовольствие. Главное – одеться по сезону и быть готовым к тому, что по утрам может оказаться довольно свежо. Шесть часов утра, минус восемь. Я, как снеговик, пытаюсь брать лужи замерзшие, но еще лед очень тонкий, и поэтому проваливаюсь. Поэтому немножко вот обледнел. Вероятнее всего, на рубеже XIX и XX веков произошли серьезные изменения в гидрологии этого района, в результате чего многие речки и ручьи, которые раньше использовались в транспортных целях, обмелели и пересохли. А некоторые места, находившиеся на сухих возвышенностях, наоборот, заболотились. И участок тракта, ведущий к озеру Спасское, оказался полностью затопленным водой. Около семи километров дороги представляют собой один сплошной брод. Но, несмотря на это, двигаться на квадроциклах по этому участку не так уж и сложно, ведь под колесами, хотя и разбитая, но все-таки дорога. Прямая, как стрела просека, все глубже и глубже уходит под воду. В такие моменты думаешь только о том, чтобы успеть набрать в легкие побольше воздуха, перед тем, как квадроцикл нырнет в очередную, особенно глубокую яму. Но еще совсем немного, и начинается подъем на холм. Отсюда уже виден ориентир. Преображенский собор Спасоскуйского погоста, стоящий посреди бескрайних топий в нескольких сотнях метров от озера Спасское. Кто, когда и зачем основал здесь монастырь, теперь уже неизвестно. Предположительно, что это было в 15 или 16 веке. Впервые он упоминается в новгородских песцовых книгах в 1583 году, как монастырь преображения Спасова Аскуей в погосте Спасском на Коломне. Название Аскуйской обитель получила по имени реки Аскуя, которая играла роль главной транспортной артерии задолго до постройки тракта. Обитель была центром церковной жизни обширного, но мало заселенного района. В прошлом веке здесь было даже два собора – Преображенский и Никольский. Но деревянная Никольская церковь не сохранилась. А Преображенский собор был отстроен из кирпича в 1852 году. То есть его можно считать почти ровесником Николаевской, Московско-Петербургской железной дороги. К сожалению, теперь от него остались только руины. Весьма необычным является конструктивное решение колокольни, крыша которой представляет собой шатер из кирпичной кладки. Для церквей XIX века более характерны каркасные конструкции, обшитые железом. Известно, что примерно в 1810 или 1811 годах на Спасоскуйском погосте около года жил известный в новгородской губернии старец Амфилохий Шапошников, воссоздавший Свято-Троицкий Реконьский монастырь. За долгие годы на долю Спасоскуйского монастыря выпало немало бед. Известно, что в смутное время, во время вторжения шведов, в 1611 году он был разграблен, а монахи перебиты. После революции он действовал до 1938 года. Судя по тому, что в руинах Преображенского собора стоят иконы, храм посещается и сегодня. Продолжение Аракчеевского тракта проходит по южному берегу озера Спасское. Оно со всех сторон окружено верховыми болотами. Вот тут как раз и начинается спортивная составляющая нашего маршрута. Все встреченные нами до этого трудности трассы ни в какое сравнение не идут с тем, что приходится преодолевать теперь. Если участок тракта от Грузина до Спаскова еще как-то можно назвать дорогой, то после погоста начинаются уже совсем непроходимые болота Спасские мхи, через которые проложена гадь. Внешне она уже почти незаметна, и теперь уже трудно поверить, что когда-то на это болото были уложены бревна, на них сделана земляная или песчаная отсыпка, а сверху еще уложена булыжная кладка. Ощущение, конечно, потрясающее, когда идешь по болоту, наступая на скрытую под водой и мхом твердую поверхность. Правда, нужно быть крайне осторожным, стоит чуть-чуть промахнуться с направлением, и под ногами уже бездонная топь. Двигаясь по поверхности торфяного болота, нужно стараться не останавливаться, максимально используя инерцию движения и очень аккуратно работать газом. Стоит немного переусердствовать, и рыхлый ковер с фагнового мха разрывается колесами. Выбраться из такой ловушки самостоятельно уже вряд ли получится. Редкие кривые сосенки не оставляют шансов зацепиться лебедкой, если доведется застрять. В таких условиях лучше спешиться и шагать рядом с квадроциклом. Стоит только сесть на него верхом, как он тут же начинает погружаться. Участок маршрута от озера Спасское до речки Сохлое представляет собой сплошное ковровое болото, поросшее пушицей и клюквой, ягоды которой здесь урождаются такими, что по размеру и цвету больше напоминают вишни, а на вкус очень сладкие. Доведись застрять в этих местах без провизии, пожалуй, с неделю можно продержаться на одной только клюкве. И такие торфяники тянутся практически до самой границы с цивилизацией – деревни Пелюшня. Известно, что этот участок Аракчеевского тракта еще действовал в начале Великой Отечественной войны. В исчезнувшей ныне деревне Фальково располагался штаб 26-й армии. Захватив Малую Вишеру, немцы пытались, используя эту дорогу, в обход прорваться к городу Боровичи. Чтобы не дать им осуществить этот замысел, гати были взорваны. Утопив несколько танков в Спасских болотах, гитлеровцы были вынуждены отказаться от своей затеи. А застрявшие немецкие танки, как говорят, еще долго торчали из болота. С тех пор дорогу использовали исключительно как зимник для вывоза заготовленного леса. А потом постепенно исчезли деревни некому стало расчищать завалы и убирать упавшие деревья. И Аракчеевский тракт фактически остался существовать только на старой карте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова